В этом видео мы расскажем вам об особенностях турнира «Дороже золота». В этом секторе есть склады с уранумом. Он необходим для получения секретных разработок синдиката. Захватите склад, чтобы начать эвакуацию уранума. Для захвата подведите наземного юнита в круг захвата. После захвата из склада появится союзный транспортник. Он автоматически движется в морской порт. После заезда в порт появляется союзный морской транспортник. Он автоматически движется в зону эвакуации. Зона эвакуации и маршруты движения отмечены специальными маркерами. За эвакуацию морского транспортника вы получите одно очко. Для победы в бою нужно эвакуировать 5 морских транспортов или уничтожить базу противника. Вот несколько советов, чтобы успешно отыграть турнир. Сразу после захвата склада вы получите транспортник. Ваша задача защищать его от всех угроз и сопроводить до морского порта. Для этого вы можете использовать любых юнитов и героев. После заезда транспортника в порт появляется морской транспорт. Его вы не сможете прикрыть наземными юнитами. Для этого вам нужно сделать флот и авиацию. Лучше это сделать заранее, чтобы успешно эвакуировать морской транспорт. Блокируйте маршруты движения транспортников и зона эвакуации. Не позволяйте противнику эвакуировать ценный груз. Например, вы не можете эвакуировать морские транспортники, так как противник хорошо закрепился на море. Вы можете отказаться от морских сражений и отправить армию к маршруту движения наземного транспорта. Когда у вас будет достаточно сил, попробуйте уничтожить базу противника. У вас будет преимущество, так как противник потратил ресурсы и командные очки на производство флота. Для уничтожения транспортников отлично подходит авиация и герои. За счет своей мобильности они могут быстро обнаружить противника и уничтожить его. В некоторых случаях вы потеряете своего юнита, но не дадите противнику эвакуировать транспортник. Это может сильно повлиять на исход сражения. К примеру, оба игрока эвакуировали по 4 морских транспортника. Вы захватили склад, но из него успел выехать вражеский транспортник. Вы не смогли его уничтожить, так как противник прикрыл его. Чтобы уничтожить транспортник, вы можете использовать истребители. Они найдут вражеский транспортник и уничтожат его. Теперь угроза проиграть уже у вашего противника, так как со склада уже появился ваш транспорт. Также вы можете попробовать уничтожить морской транспортник наземными юнитами. В некоторых случаях маршрут движения транспортника проходит вдоль берега. Не забывайте про героев. Они тоже хорошо могут справляться с задачей по уничтожению транспортника. К примеру, Серафим может перейти в воздушный режим и уничтожить морской транспортник. Старайтесь постоянно атаковать противника. Это отвлечет его внимание от транспортника, а когда он про них вспомнит, может быть уже поздно. К примеру, после появления у вас пятого морского транспорта атакуйте противника по земле. Он будет вынужден выбирать, производить флот, чтобы уничтожить транспортник или защищать базу. В любом случае, он сильно рискует. А если вы не будете его отвлекать, он потратит все ресурсы на флот и сможет уничтожить ваш транспортник. Разведайте маршрут транспортника. Это поможет вам заранее обнаружить угрозы на пути движения транспортника и быстро ликвидировать их. Например, вы разведали маршрут и обнаружили там отряд противника. Вы быстро подготавливаете свой отряд и отправляете его в атаку. К окончанию сражения союзный транспортник спокойно проедет дальше. Вот лишь некоторые тактические хитрости. А какие используете вы? Пишите в комментариях. И по традиции, удачи в боях, командиры!